Глава 21. Один в поле не воин. Мир Ириан. Окрестности деревни Шардун. Интересно, думала Марта, лениво оглядываясь по сторонам, почему все большие смертоубийства начинаются именно рано утром? Традиции или психология? Она стояла на невысоком холмике, расположенном в западной части гладкой как стул безымянной равнины, и безыспешно пыталась с философскими рассуждениями и пустопорожней болтовнёй заглушить беспокойство. Вчера на рассвете в королевскую ставку прибыли военные эмиссары селесианцев и обговорили время и место проведения генерального сражения. Равнина неподалёку от небольшой деревеньки Шардун отлично подходила для этих целей. С юга тянулась гряда невысоких холмов. Там встала королевское войско. Имперцы расположились на севере, имея за своей спиной редкий лес, протянувшийся с запада на восток. Между двумя армиями лежало пространство, лишённое естественных преград шириной около километра. Именно здесь должна была произойти битва, которая решит всё. Король вместе со своими маршалами, лордами, придворными, инквизиторами и прочими высокопоставленными вельможами оккупировал самый высокий холм гряды, который тут же получил название Королевского. В глаза хребил от многочисленных флагов, вымпелов и штандартов, украсивших вершину холма. Уже почти 15 лет государство Элора не вело крупных войн. Мелкие пограничные стычки и внутренние разборки не в счёт. И потому предстоящее сражение вызвало огромный интерес среди знати. Множество аристократов с жёнами, детьми, слугами и домашними любимцами прибыли со всех концов страны, дабы с безопасного расстояния увидеть во всех подробностях грядущее сражение. Ни у кого из присутствующих не возникало и тени сомнений в предстоящей победе. Вчера, во время военного совета, Невил в последний раз предложил отказаться от генерального сражения. Его подняли на смех. Наследник престола, кран-принц Эдмонд, под глумливые ухмылки остальных присутствующих, посоветовал тому разоняться разведением кроликов, оставив войну профессионалам. Пока джардинсы устраивали вывылочку на совете, Марта общалась с армейскими магами. Они оказались более адекватными людьми, серьезно выслушавшими все её предупреждения и рекомендации. К сожалению, от них почти ничего не зависело. Последние годы вся магическая деятельность находилась под полным контролем инквизиции. Под запрет попали целые направления. Особенно не повезло боевым магам, которым запретили учить и использовать многие сильные заклинания. Количество волшебников в армии сокращалось с пугающей скоростью. Старых опытных увольняли в первую очередь. На их место ставили молодых, не умеющих почти ничего. Робкая надежда на то, что врага удастся остановить с помощью армейских магов, развеялась как дым. Марта тяжело вздохнула, откинула с алба непослушную прядь волос и хмуро приняла смотреть, как строятся полки королевской гвардии. О, то было внушительное зрелище. Королевство и лора могло себе позволить содержать большую профессиональную армию, состоящую из лучших бойцов. Ярко блестели на солнце начищенные доспехи, воздух был заполнен лязгом железа и топотом ног. Слышались короткие отрывистые команды офицеров. Войска готовились к бою. — Красивые дут, черт побери! — негромко стоял стоящий рядом Нейвл Джардинс. В отличие от лордов, разодетых как попугаи, Марграф довольствовался скромным нарядом лесного стрелка. Никаких доспехов, никаких ярких одежд. Темно-зеленый плащ, коричневый кожаный камзол, короткие легкие сапоги на тонкой подошве. Из-за спины торчит рукоятка меча, на плече висит автомат, в подсумке лежат запасные магазины и две гранаты. Этакий Робин Гуд, дорвавшийся до современного оружия. Его бойцы были одеты так же, неброско. Их оказалось немного, чуть больше сотни. Нейвил решил взять с собой только тех, кому досталось трофейное огнестрельное оружие. Отряд Марграфа расположился на правом фланге, вне строя, скромной, не привлекающей особого внимания группой. Королевские войска строились по привычной, проверенной веками схеме. В центре находились все три полка гвардии, стоящие одним сплошным монолитом. Солдаты первых рядов несли большие железные ростовые щиты и длинные пики. В случае внезапной атаки кавалерии, щиты ставились на землю и выставлялся частокол пик. Когда же в бой вступала вражеская пехота, пики отбрасывались и в дело шли короткие обоедоострые мечи, очень удобные в тесной схватке. И пока пехота центра беспощадно, словно чудовищная машина, перемалывала солдат противника, кавалерия лордов, расположенная на флангах, таранным ударом, опрокинув врага, заходила в тыл, завершая разгром. Королевские маршалы не любили изощренных схем, справедливо полагая, что нужно всегда бить в полную силу, не заморачиваясь тактическими приемами. Марта хотела ответить Марграфу, но ее слова заглушил конский топот. Всадники лордов занимали подписанные позиции. Волшебница смотрела на них, ее оборевали смешанные чувства. С одной стороны, как и всякая простолюдинка, она очень не любила этих расфуфыренных господ, прекрасно зная, сколько пота и крови требуется пролить несчастным крестьянам, чтобы хозяева могли обеспечить себя новейшим оружием и доспехами. С другой, она не могла скрыть восхищение от красоты разворачивающейся картины. Все эти сверкающие латы, разноцветные плюмажи, щиты, украшенные гербами, благородные кони. В ней внезапно проснулась маленькая девочка с болота, в первый раз попавшая на ярмарку в большом городе, юдившая шуточный рыцарский турнир, разыгранные трупы бродячих артистов. Как она была тогда очарована этим немудреным спектаклем, и сколько раз он потом ей снился по ночам. Здесь и сейчас к бою готовились не полупьяные комедианты в картонных доспехах, а настоящие бойцы. И хоть разумом Марта понимала, что они совсем не похожи на благородных рыцарей с баллад, все равно желала им удачи. Наконец войска построились. Постепенно за техляск и топот над равниной опустилась тишина. Волшебница перестала рассматривать рыцарей и взглянула туда, где стояли имперцы. Там не было ни знамен, ни копий, только цепочка боевых машин, танков и грузовиков с пулеметами в открытых кузовах. В промежутках между ними виднели солдаты в темно-зеленых шинелях. По сравнению с великолепием королевской армии, селесианцы казались настоящими оборванцами и не выглядели грозно, особенно для людей, никогда не сталкивающихся с ними в открытом бою. Что ж, у взорвавшихся рыцарей скоро появится шанс убедиться в полном превосходстве огнестрельного оружия. Несколько минут никто не двигался. Внезапно ряды гвардейцев раздвинулись и вперед выехали три всадника. Они неторопливо направили своих коней к виднеющимся вдали позициям селесианцев. Первым ехал благородный Эдмон Ройт, урожденный граф Торбанский, племянник короля. В прошлом бесшабашный Рубака, не пропускавший ни одного турнира, он и сейчас, полный боевого задора, постоянно лез вперед, оставаясь самым популярным человеком в армии. Гвардейцы просто облаготворили Эдмонда. На рассказах о его подвигах выросло два поколения офицеров. Будучи шефом первого стального полка, он сделал для укрепления армии больше, чем все маршалы вместе взяты. Понятно, что сейчас Ройт не мог остаться в стороне. По правую руку от графа ехал оруженосец, по левую Герольт. Оба были страшно горды, выпавшей им великой честью. На Эдмонде были надеты простые черненые латы без украшений. Шлем он держал в левой руке, ветер шевелил белые волосы. Преодолев половину расстояния отделяющего армии, Эдмонд остановился и поднял руку. Герольт поднес к губам большую медную трубу, над полем прозвучал громкий и чистый сигнал, вызванный поединок. Со стороны имперцев не наблюдалось никакого движения. Подождав минуту, граф снова подал знак, и Герольт затрубил вновь. На этот раз ответ прозвучал сразу, как только смолкала труба. Лаконично хлопнул выстрел, и тяжелая винтовочная пуля, выпущенная умелым снайпером, разнесла Эдмунду Ройду череп. Граф опрокинулся на бок и повис в стременах. Испуганный конь помчался прочь, а снайпер сделал еще два выстрела, после чего верный оруженосец и Герольт присоединились к своему господину. Гвардейцы яростно заревели, послышали сигналы к атаке, земля содрогнулась от топота тысяч ног. Королевские войска перешли в наступление. Битва началась. — Вперед, парни! — крикнул Найвилл, сбегая с холма. Стрелки, рассыпавшись цепью, последовали за Марграфом. — Эльза, не отставай! — бросила через плечо Марта. — Не отставай и не бойся! — А я и не боюсь, госпожа! — дрожащим голосом отозвалась девушка. За спиной у нее был тяжелый рюкзак, с забитым микстурами и перевязочным материалом. — Я только не знаю, что мне делать, если на нас набросятся враги. — Драться! — Эльза с сомнением посмотрела на маленький нож, болтающийся на поясе. Своё единственное оружие. — Но мне нечем драться, госпожа! — наконец сообщила она. — Глупости. — А боевые заклинания, которым я тебя учила, а вдруг не получится? — Прекрати! Жить захочешь, получится! А теперь просто молчи и береги дыхание! Девушка замолчала, и дальше они шли без разговоров. План, разработанный Джординсом, был прост. Его отряд, наступающий как отдельная боевая единица, быстро выдвигается вперед и, открыв огонь из огнестрельного оружия по войскам левого фланга имперцев, отвлекает их на себя, давая к кавалерии лордов возможность подойти вплотную. Если всадникам в ближнем бою удастся опрокинуть врага и зайти в тыл центральной группе войск, у гвардии появится шанс пересечь равнину и начать рукопашную схватку. О танках должны позаботиться армейские маги, которым перед боем раздали горшки с зажигательной смесью. Конечно, потери королевской армии окажутся чудовищны, но все равно при таком раскладе у них появится небольшой шанс на победу. Стрелки Невилла, двигающиеся быстрым шагом, опередили тяжелую рыцарскую конницу, которой требовалось время для разгона, и вырвались вперед. Разметав одиноко стоящую капну сена, ревя мотором, на поле боя выехал трофейный бронетранспортер. Его борта были разрисованы под драконью чешую, на капоте намалевано два красных глаза и огромная пасть с треугольными зубами, из которой вырывалось пламя. Выглядело достаточно устрашающе. Машина получила название «Громовержец», за рулем сидел Кай, а пулеметную башенку заняла Герда. Из бортовых бойниц торчали стволы винтовок, на бронетранспортер возлагались большие надежды. Ударили вражеские пулеметы, потом в игру вступили пушки. Находящаяся где-то в лесу батарея тяжелых гаубиц, принялось методично обрабатывать вершину Королевского холма, уничтожая все живое. Увидев это, Марта не смогла сдержать злорадство. «Вы не поверили нам, решили, что мы лжецы!» Яростно думала она, собрались поглазеть на представление ничтожества, насладиться легкой победой. Получите, распишитесь. Очень скоро холм заволокло дымом частых разрывов. Трудно было поверить, что там остался кто-нибудь живой. Интересно, если король и наследник погибли, кто же займет трон? Господи, о чем я сейчас думаю? Вечно всякая ерунда в голову лезет. Марта злобно фыркнула и метнула огненный шар в ближайший грузовик, в кузове которого надрывался вражеский пулемет. Стрелки Марграфа смогли подавить большую часть огневых точек противника. Фаерболы Марты, горшки с Джардиновским коктейлем, пальба громовержца сделали свое дело. Практически не неся потерь, рыцарская конница врубилась в левый фланг противника, опрокинула его и понеслась дальше в тыл. Тем временем гвардия продолжала наступать. Прекратив обстреливать холм, на котором не осталось никого живого, гаубицы принялись утюжить центр. Им вторили танковые пушки, пулеметы и винтовки солдат. Но гвардейцы шли. В некоторой степени тяжелые железные щиты благодаря своей форме давали защиту от вражеских пуль. Имперцы явно переоценили свои силы, хотя шансов на победу у королевских войск все равно практически не было. В воздухе послышался гул. Над полем боя появилось шесть автожиров. Марта страшно удивилась. Она не понимала, почему враг не применял до сих пор свои главные козыри, штурмовики и тяжелые танки. Действительно, на поле боя стояли только легкие выхухоли, чьи карикатурные пушечки не могли нанести серьезного урона. А автожиры при всех своих достоинствах плохо подходили на роль уничтожителей пехоты в силу ограниченной грузоподъемности. Впрочем, на размышления времени не оставалось. Гудя моторами, воздушные машины пронеслись над полем боя и вниз посыпались легкие фугасные бомбы. Заметив, что один из аппаратов летит прямо в ее сторону, Марта швырнул навстречу огненный шар. Будь на месте автожира штурмовик, у нее ничего бы не вышло. Фаербола летит достаточно медленно. Но сейчас все получилось. Подбитая машина кувыркнулась в воздухе и рухнула на землю. Еще одну летающую этажерку сбил кто-то из армейских магов, после чего уцелевшие машины поспешили убраться. Надеюсь, среди сбитых не было Дона. Озабоченно подумала волшебница. Старый авиатор нравился ей несмотря ни на что. К этому времени чудо все-таки произошло. Гвардейцы сумели подойти к противнику вплотную, вступив в рукопашную. Несколько танков горели, а остальные продолжали стоять на месте, словно разучились двигаться. Воины залезали на броню, безуспешно пытаясь скрыть люки лезвиями мечей. Имперские солдаты пятились назад, отстреливаясь из винтовок. Казалось, еще немного, и придет долгожданная победа. Но внезапно положение на поле боя изменилось. Ревя моторами и ломая деревья, словно спички, из леса выкатились тяжелые пумы. Десять 45-тонных машин, воняя дизельным выхлопом, устремились навстречу остаткам Королевской гвардии. Им даже не нужно было стрелять. Просто катайся туда-сюда и дави гусеницами беззащитных бойцов. Уцелевшие выхухоли тоже, наконец, пришли в движение, присоединившись к истреблению. Марта, стоя на краю огромной воронки, устало смотрела на происходящее и думала, что гений все-таки дурак. Зачем понадобилась возня с засадным полком? Не проще ли было сразу бросить в бой все силы и намотать на гусеницы Королевскую армию, без сложности и лишних потерь? Что за этим стоит, дурость или... А может, все не так просто? Может, он опять играет в свои малопонятные игры? Может, он специально пожертвовал частью людей, дабы избавиться от врагов, явных мнимых? Так или иначе, но для королевства и лора все кончено. Через несколько минут от ее армии останется только воспоминание. Лишенная короля и большей части лордов, страна погрузится в хаос и перестанет представлять для новой империи какую-либо угрозу. Вряд ли в ближайшие годы здесь найдется сила, способная бросить вызов новому государству. Госпожа! Госпожа! Испуганная Эльза, сидящая в воронке, теребила Марту за штанину. Госпожа, прошу вас, спрячьтесь! Пустяки! Пробормотала волшебница. Скорее, для самой себя, чем для нее. Все это пустяки. На нее внезапно накатилась волна страшной усталости. Она опять умудрилась израсходовать все силы и теперь могла разве что стрелять из автомата до тех пор, пока не кончатся патроны. Танки продолжали уничтожать королевских бойцов, воздух гудел от рева приближающихся самолетов и, глядя на полный разгром, ей были смешны их прежние надежды на победу. Они были обречены с самого начала, с того момента, как вступили в бой. Марта вяло подумала, что следует бежать, пока не поздно. Но тут же отбросила глупую мысль. Без помощи магии на этой голой равнине невозможно скрыться, а колдовать она сейчас не в состоянии. Обидно, но что поделаешь. Всем приходится рано или поздно умирать. Внезапно ослепительно яркий сгусток размером не больше апельсина с шипением пронесся мимо и волшебница даже пошатнулась от упругой волны необузданной энергии, исходящей от него. Ничего подобного и раньше видеть не доводилось. Она даже не предполагала, что можно создать такое. Сгусток вонзился в лобовую броню ближайшей пумы, мгновенно прожег ее насквозь все сто миллиметров прочнейшего металла и разорвался внутри. Сдетонировал боезапас. Многотонная башня танка отлетела на несколько метров. По глазам ударила оранжевая вспышка. Откуда-то сзади и за спины промчалось еще несколько сгустков, но обернувшись, Марта ничего не смогла разглядеть в густом дыму. Потом волшебница с изумлением заметила, как на пути одного из штурмовиков прямо в воздухе развернулось огненное кольцо. То было обычное заклинание огненной стены, но странным образом модифицированное. В следующую секунду самолет влетел в пламя, его горящий заживо пилот резко потянул штурвал на себя и машина вонзилась в землю. Тем временем вспыхнуло еще несколько танков, и Марта окончательно решила, что сошла с ума. Похоже, у нее начались галлюцинации. Внезапно кто-то довольно грубо швырнуло ее на дно воронки. Сквозь цветные круги, мельтешащие перед глазами, волшебница смогла разглядеть знакомое лицо. «Идиотка! Критинка совсем разум потеряла!» «А если б с тобой что-нибудь случилось, как я после этого Олегу в глаза посмотрю?» «Маринка, это ты?» Только и смогла спросить Марта. «Нет, не я, а призрак Клары Цеткин!» «Какого черта ты стояла под пулями?» «Жить надоело!» «Откуда ты взялась?» «Ничего не понимаю». «Откуда, откуда?» «От верблюда!» «Не понимает она ничего, видите ли». «Что за шум, а драки нет?» Поинтересовался, спустившись в воронку Дима. Он выглядел так, словно только что вернулся с Брушинского фестиваля. Линялый тельник, выгоревший камуфляжный костюм, резиновые сапоги и гитары за спиной. Нижнюю часть лица закрывала густая борода, а черная бандана, повязанная на пиратский манер, прятала непослушные кудри. «Представляешь, эта сумасшедшая стояла под пулями с таким видом, словно собралась принять мученическую смерть», пожаловалась Маринка. «Но это ты напрасно, сладкоежка», — прогудел Дима, опускаясь рядом на корточке. «Что с ней? Если ранили, то я кликну Танюшку». «Нет, ей как всегда везет. Просто выложилась до предела. Вон, видишь, даже говорить толком не может». «Ну, так это легко поправить». Дима положил свою широкую ладонь на лоб Марты, и та с благодарностью почувствовала, как поток энергии вливается в тело. Круги перед глазами и звон в ушах исчезли, голова прояснилась. «Как, уже лучше?» «Да», — прошептала она. «Спасибо, Балалайкин. Вот кого совсем не ожидала увидеть. Тебя ждет еще много сюрпризов». «Неужели все собрались?» «Представь себе, да». «Эпическая картина!» — громким голосом провозгласил Толик. Он бесшумно спрыгнул вниз и тут же принялся поправлять галстук. «Маэстро Балалайкин оказывает первую помощь сладкоежке, которая опять не рассчитала силы. А наш штатный лекарь где-то гуляет. У Таньки и без нас работы полно. К тому же и за Варенькой приглядывать нужно. «Ага. Только такие отморозки, как вы, способны взять с собой на поле боя семилетнюю дочку». «Ничего, пусть привыкает», — буркнул Дима, потом посмотрел на Марту и снял руку с ее лба. «Пожалуй, хватит». «Спасибо, что бы без тебя делала. Так вы действительно взяли Варю с собой?» «Ну а что такого? С бабушкой она сидеть не любит, а тут столько новых впечатлений. Пусть маме помогает, опыта набирается». Марта вздохнула и покачала головой. Она не очень любила Толика за его снобизм и ядовитые насмешки, но в данном случае была полностью согласна с ним. Похоже, Таня с Димой действительно не все в порядке с головкой. «Отдыхаем», — в воронку заглянул Лева и осуждающий покачал головой. «Заград отрядов на вас нет. Все воюют, и только отдельные дезертиры вцхали своем команду, шнобель!» Тут же рянулся в атаку Толик. «Совсем русскому человеку этого с жизни не стало! Не видишь, что ли, мы оказываем помощь раненой?» «Ах, Анатолий, оставьте ваши антисемитские комментарии при себе!» «Привет, мелкая!» «А мы тут немножко пришли вам помочь!» «Надеюсь, с тобой все в порядке?» «Да, у меня все нормально. Не слушай его!» «А я его и не слушаю!» «Просто говорю, что пора снова заняться делом!» «Битва еще не кончилась, так что гоу, парни, гоу!» «Смотри, Димон, он нас гоями обозвал!» Пожаловался Толик. «Представляешь?» «Ведь специально поехал сюда в надежде, что хоть в этом мире укроюсь от еврейского диктата, так ведь нет!» «И здесь командует!» «Засохни, промокашка!» Благодушно сказал Дима, вставая. «Мариш, посиди с ней, пока Олег не подойдет!» «Нам действительно пора!» «Да не надо никому со мной сидеть!» Возмутился Марта. «Что я вам, маленькая?» Но ее, как всегда, никто не стал слушать. Толя хлопнул Левку по плечу, и они быстро вылезли наружу. Маэстро Балалайкин одобряюще кивнул и двинулся следом. «Глазам своим не верю!» «Как их всех удалось собрать!» «А Инга тут?» «Тут, тут!» «Все тут!» Успокаивающе ответила Марина. «Вся наша старая банда в сборе. Даже самой не верится!» «Наконец появился Олег!» «Увидев его, Маринка вскочила!» «Вот, передаю в целости и сохранности. Ты доволен?» «Еще бы!» «Привет, милая, слегка опоздал!» «Ерунда! Ты всегда приходишь вовремя!» «Хотя сегодня мог бы и поторопиться!» Марта старалась говорить спокойно, но ее просто распирала от счастья. «В любом случае, рада тебя видеть!» «Ладно, тогда я пойду!» «Ребятам, может, потребоваться помощь!» «Сказала Марина!» «Будь осторожна! Не повторяй моих ошибок!» «Не боись! Я всегда осторожна!» «Кто бы говорил!» Олег подхватил Марту и так сжал в объятиях, что та жалобно пискнула. «Прекрати, ты меня задушишь!» «Как я по тебе соскучился!» «Врешь, как обычно!» Сидящий в углу Эльза, про которую все забыли, с интересом наблюдал за происходящим. «Как тебе удалось их всех собрать?» «Это не я. Это Маринка. Я появился у нее сразу, как покинул вас. Еще до визита в гильдию». «И что?» «Хм! Ну ты же знаешь, она обычно пребывает в одном из двух состояний. Или «Ах, этот мир жесток и ужасен! Оставьте меня и дайте спокойно умереть!» Или «Где этот чертов рычаг? Пора уже перевернуть землю!» К счастью для нас, в тот день она находилась во втором состоянии, так что мне почти ничего не пришлось делать. Просто намекнул, что в ближайшей заварушке нам понадобится помощь всех, до кого можно дотянуться. Не представляю, как она смогла уговорить Толика и Левку, да и остальных тоже. Все ведь такие занятые. «А что случилось потом?» «Не могу понять, кто так легко смог сжечь танки?» Это отдельная история. Прямо из Питера окинулся в релок к мастеру Игилевскому. И довел его почти до обморока своим рассказом про чугунные ворота. Могущество гильдии построено на том, что дар проводников – штука очень редкая, а тут такая конкуренция. Можешь себе представить, как он был счастлив, услышав последние новости. Тут же объявил о созыве экстренной конференции, а узнав о том, что я собираюсь посетить орден, попросил передать приглашение Пусюку и прочим членам совета. «И ты согласился?» «Естественно. Это ведь было в моих интересах». У Родригеса я выяснил, где гуляет Иовиль. Нашел его и вызвал на откровенный разговор. «Похоже, мы очень крупно влипли». И Олег вкратце пересказал Марте содержание памятной беседы. «Значит, игрок уничтожает миры?» «Да. Узнал, что гады ищущие карают отступников, нарушивших их безумный запрет, и решил этим воспользоваться, провоцируя ничего не подозревающих бедняк. Они уничтожаются парами. Как правило, это техномир-донор и какой-нибудь магический или неопределившийся мир, в который начатая экспансия. Первыми в жутком списке стоят Турманус и некая безымянная планета, жители которой только-только начали строить цивилизацию. Уровень развития Турмануса был очень высок. Они сильно опередили Землю и большинство других техномеров. Несчастных погубил недостаток ресурсов. Игрок предложил местным правителям решить эту проблему понятным тебе способом. Были построены первые чугунные ворота. Их конструкция очень проста. Уникальный сплав науки и магии. В разобранном виде они могут быть свободно переправлены проводниками. По отдельности, ни один из компонентов не нарушает запрет на распространение технологий. Послушай, избавь меня, пожалуйста, от технических деталей. Насколько я понимаю, он обеспечил им свободный проход в другой мир, да? Верно. Жители Турмануса с радостью кинулись разрабатывать нетронутые месторождения, сквозь ворота протянули нефтепровод и проложили нечто вроде железной дороги. Покончив с делами, игрок откланялся и убрался в усвояси. Сразу после его отбытия последовало возмездие. Вот подонок. Неужели его нельзя остановить? Пытались. Один раз Савиль с соратниками смогли пресечь экспансию в самом начале. Они разрушили ворота и уничтожили все технические штучки, которые захватчики перенесли в магический мир. Этого оказалось достаточно, чтобы остановить стерилизацию. Я надеюсь, сейчас мы сможем сделать нечто подобное. Понятно. Значит, Рингер неуничтожим. Марта задумалась, потом тряхнула головой. Да ну его к черту. Лучше рассказывай, что было дальше. Ничего интересного. Я попросил и Авиле о помощи, он отказался. Пояснил, что больше не во что не вмешивается, что и игрока все равно не остановишь и так далее. Признаться и новое от него и не ожидал. Мы попрощались. После чего мне оставалось только попытать счастье на конференции. Была, знаешь ли, надежда, что ребята из гильдии и ордена сумеют договориться о совместных действиях. Серьезно? Ну, понимаю твой скептицизм. Но ведь сейчас оказались затронуты их шкурные интересы. Так что шанс имелся. Увы, эти идиоты за три дня сумели только выбрать президиум и утвердить регламент. Такими темпами конференция грозила затянуться на несколько месяцев. Я сумел добиться разрешения выступить вне регламента. До сих пор удивляюсь, как мне удалось. Марта прыснула. Представляю тебя на трибуне перед стадом этих травоядных. Надеюсь, ты им показал? О да. То была великолепная речь. Цицерон с Демосфеном нервно курили в сторонке, скрипя зубами от зависти. Никогда еще я не говорил столь проникновенно. Люди были потрясены, некоторые даже плакали. Ну, во всяком случае, две девушки в первом ряду точно рыдали. Или смеялись. Сейчас уже не помню. Но равнодушных не было это точно. И они пошли за тобой? Ага. Сейчас. Даже если моими слушателями были бы каменные големы или стуканы острова Пасхи, мне бы удалось найти больше сторонников. К сожалению, здесь провели бал совсем другие существа. Мне сказали большое спасибо. После чего на трибуну взгромозился кто-то из прихлебателей пасюка и затянул волынку. Стало понятно, что помощи от них не дождешься. Я решил в перерыве поговорить в частном порядке со знакомыми и попросить помощи у них, так сказать, неофициально. Но тут случилось нечто. Что именно? Двери распахнулись, и в зал ввалился Эавиль с целой толпой угрюмых соотечественников. Наверное, уже давно под одной крышей не собиралось столько высших эльфов сразу. Он проследовал к трибуне и взмахом руки согнал с нее оратора. Пасюк вскочил и, яростно вращая глазами, начал пищать, что это произвол, нарушение регламента, неуважение к президиуму. Если Эавиль хочет выступить, то он должен сначала подать заявку. Дурак. Верно, иначе не скажешь. Наш восьмитысячелетний старикан нахмурился, шевельнул бровью и превратил пасюка в крысу. Марта раскрыла в изумлении рот. Ты серьезно? Но ведь это невозможно. Я тоже так думал раньше. Мы, оказывается, многое не знаем о магии. Так это просто здорово. Надеюсь, он не расколдовал его обратно. Старик утверждает, что трансформация возможна только в одну сторону. Если не врет, конечно. Так что должность главы Совета Ордена снова вакантна. Это лучшая новость за весь сегодняшний день. Думаю, он будет примерной крысой. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Норти забрал его себе, посадил в трехлитровую банку и теперь ухаживает. Утверждает, что всю жизнь мечтал о домашнем животном. Но хоть какая-то польза от поганца. А что было потом? Потом. После того, как Мартин обзавелся усами и коричневой шерсткой, остальные хомячки в президиуме поджали свои куцы и хвостики, сложили на груди лапки и сидели тихо-тихо, пока Эавиль выступал с трибуны. Его речь была, короче, моей, но более эмоциональна. Он сказал, что если присутствующие здесь тупорылые свиньи не прекратят заниматься хера... ерундой, то он их всех... Одним словом, не буду дословно его цитировать. Ты девушка молодая, невинная, и я еще не потерял надежду сделать из тебя настоящую леди. Спасибо за заботу. Пожалуйста. Короче, он пообещал превратить всех в свиней и отправить на бойню, дабы немножко заработать на старость, если они сейчас же не начнут собирать отряд из лучших боевых магов. Просить особо никого не пришлось, и уже через час группа была сформирована. Гильдия выделила лучших проводников. Мы немедленно отправились в путь. Больше всего на свете я боялся опоздать. Ты все сделал правильно. Спасибо на добром слове. Нет. Все-таки эти высшие эльфы просто запредельные маги. Как они пожгли танки? Никогда раньше не сталкивался с подобной мощью. Я очень хочу на них посмотреть. Пойдем. Хватит сидеть в этой яме. Надеюсь, Снэвилл и Герда Скай им уцелели. Кай? Он здесь? А, точно. Ты ведь не знаешь. Мы тут тоже делом занимались. Пошли, по дороге расскажу последние новости. Продолжение следует.